Дни Минска прошли в городе Побратиме Новосибирске. Визит делегации из столицы Беларуси начался с посещения Центра туризма и Побратимских связей Сибирь-Хоккайдо. Это особенное учреждение, не имеющее аналогов в России. Уже в течение нескольких лет Центр знакомит новосибирцев не только с японской, но и с корейской культурой. А в будущем будет представлен и уголок Беларуси. Мои впечатления от Минска, они ведь потрясающие. Действительно, я понимал, как город после войны был отстроен, он очень красив. Но вот сейчас я понимаю, что Минск другой. Он ведь в развитии был. Я его помню, Минск еще 20-летней давности. И мне прямо возникло огромнейшее желание приехать в город, посмотреть вот это развитие, посмотреть этот комфорт, посмотреть то, что уже произошло, что удалось сделать. Ну, каким-то опытом, конечно, посмотреть, подсмотреть, поделиться и нашим. Я надеюсь, что наша идея по поводу проведения Дней Новосибирска в городе Минске будет обязательно реализована и творческими коллективами, и молодежными, и спортивными, чтобы жители города Новосибирска узнали больше о Минске. И, конечно, загорелись с таким желанием туда поехать. Очень впечатлила история развития города, что буквально из, можно сказать, маленькой станции за неполных 130 лет развился один из серьезнейших транспортных хабов Российской Федерации и, в принципе, один из самых больших городов после Москвы и Санкт-Петербурга в России. Уже видим возможные контакты по тому, чтобы обмениваться нашими коллективами творческими. Столичная делегация во главе с Артемом Цураном встретилась с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Города-побратимы подписали ряд документов о сотрудничестве. Автобусы Минского автозавода, они сегодня работают на маршрутной сети города Новосибирска. Перевозок пассажиров и марка эта очень пользуется большой популярностью. Мы планируем закупать троллейбусы с автономным ходом. Из 120 троллейбусов намечено, подписано соглашение. На этот год нам должны поставить. Что это за троллейбусы? Это совместное предприятие нашего Уфимского завода с Минским заводом. Важны наши связи в гуманитарной области, в патриотическом воспитании. Прежде всего, ребятишки. Отношения наитружественные, можно сказать, выстроились именно с Новосибирскими. Будем рассказывать все, что нужно будет, с чем поделиться в городе Минске, нашим друзьям-сибирякам. Поэтому привезли частичку города в виде небольшой ярмарки продукции республики, а также и культурную программу. Хотим поделиться нашим творчеством. Мы очень рады таким совместным обменам. Соглашения об установлении дружеских отношений заключены не только между городом-героем Минском и городом-трудовой доблести Новосибирском, но и между районами. Заводской район Минска сотрудничает с Дзержинским районом Новосибирска с 2014 года, а сейчас подписали соглашение о сотрудничестве и с Калининским районом. Касаемо дальнейших отношений с Дзержинским районом, подписан план совместных мероприятий, подписание соглашения о сотрудничестве с Калининским районом. Наше посещение предприятий уже запомнилось определенными аспектами. И из наиболее ярких таких организаций, которые мы посетили, однозначно я хотел бы выделить Новосибирский зоопарк. Тем более, что именно в заводском районе города Минска расположен Минский зоопарк. И уже определенно некоторые моменты нами подсмотрены и в ближайшее время будут реализованы в Минском зоопарке. Ну и, конечно же, остается такой мечтой, которую, я думаю, мы постараемся реализовать в ближайшее время. Это реализация строительства на территории Минского зоопарка Пингвинариума. Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве между Первомайским районом Минска и Октябрьским районом Новосибирска. На открытии дней Минска состоялся концерт белорусских исполнителей. Перед жителями Новосибирска выступили песняры, хореографический ансамбль «Хорошки» и ансамбль танца «Ровесник». А в холле киноконцертного комплекса имени Маяковского была представлена выставка фотографий «Минск. Источник моей жизни». Каролина Прокофьева, агентство «Минск. Новости».